Доброе утро, братья и сестры. Вас приветствует Санкт-Петербург. Вот мысли, которые я сегодня хочу озвучить. Знаете, встречали ли вы когда-нибудь людей, которые, знаете, всем недовольны? Допустим, на работу идут, там начальник плохой, зарплаты мало платят, пенсии маленькие. Да вообще, такое ощущение, что вокруг них всегда негативная среда. Интересно, что я часто встречаю верующих, которые не позитивно смотрят на жизнь. Мы должны прекрасно понимать, что Бог, который дал нам все и жизнь, и все, и радость тоже. Он нам эту радость дает. Писание говорит, что у нас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Он нам дает, но зачастую нам очень трудно это взять. И вот, находясь в таком пессимистическом настроении в этом мире, находясь в нем христиане, христиане, все-таки, мне кажется, должны понимать свою правильную позицию. Какую? Вот смотрите, как интересно. Многим из нас кажется, что этот мир давит на нас настолько сильно, что мы не можем влиять на этот мир, и вот этот пессимистический дух нас посещает. Я хотел бы вот посмотреть 1 и 16 главу, там есть интересная история. Смотрите, Дух Божий отошел от Саула, вот царство тоже отошло, Господь сказал, что вот, но Саул еще, ну Господь сказал, что забирает царство у Саула и помазывает Давида, но Давид еще удерживает царство свое, удерживает трон, и вот его начинает, сказано, посещать злой дух. Дух от Бога отступил, и злой дух начинает посещать Саула. Интересная вещь, что он беснуется, он злится, вот, и слуги ему говорят, 1 царь, 16 глава, 16 стих, они ему говорят, пусть Господин скажет слугам своим, которые пред тобой, поискать человека искусного в игре на гуслях, и когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя своей рукой, будет успокаивать тебя, и там в конце самом сказано, что позвали Давида, нашли Давида, вот, искусного в игре на гуслях, и когда злой дух приходил на Саула, то Давид играл, и злой дух успокаивался. Интересно, о чем я размышляю, можно сказать, что Давид верующий человек, Давид наполнен Богом, Давид Вадим Богом, и вот, Вадим и Богом суть сыны Божии, это те, которые передают дух Бога этому миру. Я знаете, о чем подумал? Я подумал, что верующий человек, он какую бы среду не попадал, очень важно, чтобы он менял эту среду, но зачастую сам верующий человек не видит себя человеком, который может поменять эту среду. И вот мы смотрим на Давида, какие бы обстоятельства ни приходили, он был тем человеком, который влиял на неблагоприятную среду. Если вы сегодня такой человек, который смотрит и вокруг себя видит только негатив, может быть, стоит внутренне посмотреть на эту историю и переформатироваться что-ли внутри себя. Вы знаете, я свидетельствую вам, расскажу одну историю. Как-то мне пришлось работать доставщиком запчастей. Где-то больше полгода я работал доставщиком запчастей. И когда я туда пришел, там знаете, структура была такая несовершенная, денег немного платили, маршруты по городу, а сам Петербург такой, были такие, знаете, ужасные. Я в 7 утра выезжал и в 9 домой возвращался. Представляете, ненормативный рабочий день. И когда все водители роптали, говорили, вот что у нас за работа такая, денег мало, а Пашин больше, сверхурочный, то меня тоже посещал такой дух. И я тоже вместе с ними чуть-чуть. Я понимал, что я пастор, я сказал, что я пастор. Но внутренне я подраптал. И знаете, в один прекрасный момент, думаю, да что я, как все себя ведут, так думаю, буду смиренно себя вести. Вы знаете, через некоторое время ко мне обратился сам начальник, так поговорил со мной о Боге, что мне, думаю, как интересно, что это он там со мной. Потом ребята из, ну, водители подходили и задавали всякие разные вопросы. Один, у одних не было детей, они как-то душу свою излил. Вот. Я подумал, как интересно, когда ты приходишь в среду, очень важно быть человеком, который влияет на эту среду, а не подстраиваться. И тем человеком, который влияет на эту среду, а не среда влияет на него. И так, если вот тот человек, который сегодня негативно смотрит на жизнь и думает, что эта жизнь просто влияет на него, не забывай, что Бог дает тебе силу влиять на то, где ты находишься. Друзья мои, будьте благословенны и влияйте на то место, где вы находитесь во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok